Слово менеджеру компании Reflame, зовут ее Надежда Граждова. Она сейчас вам прочитает разделы именно по уходу за лицом, декоративную косметику, ароматы и так далее. Я ей буду помогать периодически. У меня сегодня боевое крещение. Да, на первый раз, у меня сегодня дебют. Давайте ее придержим. Ни пуха, ни фирада. Так, как вы встали, думаю, что были новости у нас не вайты. А вы можете объявить, да, у вас можете быть? Да. Понятно. Ролики все готовы, да? Так. Ну что ж, давайте сначала познакомимся, кто меня не знает, да? Я менеджер компании Reflame, уровень 18%. Что такого вы узнаете дальше? У меня тут граждова Надежда. Пришла... Что-то тебе лицо-то не светило. Я не помню, что она светила. Пришла летом 2010 года в компанию Reflame. Совсем случайно декоративный макияж была. Раньше косметикой декоративной, в принципе, вообще не пользовалась. Да, и вот с Натальей Незоровой знакомую 7 лет. Кто-то уже слышал, мой историк тоже был на моих презентациях. Я пользуюсь продукцией компании Reflame. Ко мне приходили консультанты, я заказывала какие-то продукты, да, я раньше из разных компаний заказывала. Вот. А Наталья пригласила меня летом на шкарсинную макияжу кафе. И вот так я с легкой руки моего дезинфлятора, с другой девушкой Натальей, я осталась в компании Reflame. И теперь здесь уже не только пользуюсь продукцией для себя, для своих родственников покупаю, да, но уже строю бизнес. И сегодняшняя моя тема рассказать вам о продукции компании Reflame. Вообще я люблю о ней рассказывать, но раньше все рассказала на презентациях, а сегодня уже более обширно буду рассказывать в первый раз. Первый раздел, который мы будем с вами изучать, это уход за кожей. Ну почему необходимо пользоваться средствами по уходу за кожей, я думаю, вы все знаете, да? Это для поддержания, улучшения, сохранения нашей естественной красотерии, чтобы, конечно же, защитить кожу от негативного воздействия солнца и окружающей среды. Вроде бы солнце, воздух и вода лучше друзья, да? На тот же момент они лучшие враги, скажем так. Поэтому очень много различных серий, которые идут и защищающие, которые мы сегодня будем с вами изучать. И вот, знаете, мне иногда говорят, я ничего не пользуюсь и прекрасно выгляжу, но если бы вы пользовались, вы бы выглядели еще лучше. Я сегодня приготовила две фотографии, когда я пришла в компанию Reflame и какая вот я сейчас. Я потом позже вам их покажу, вот когда на паузе, ладно, когда мы закусим чай, я вам покажу свои фотки. Узнаете вы меня или не узнаете. Ну и четыре основных этапа ухода за кожей. Это очищение, тонизирование, увлажнение питания. Вы можете себе их записать, чтобы уже знать. Очищение, тонизирование, увлажнение и питание. Я всегда, знаете, привожу пример своим клиентам, зачем вообще ухаживать надо. Представьте яблони. Да? Вот яблоки созрели. Мы часть урожая собираем и складываем в ядро. Я вставляю, да, в ядре? Часть урожая собираем, аккуратненько отвертываем газеткой и ложим в холодильник. А часть просто вставляем под яблони. Какие яблоки сохранятся дольше, как вы думаете? Будут сочными, конечно, которые в холодильнике, за которыми мы ухаживали, да, вот которые аккуратно завернули и храним в холодильнике. То же самое с нашей кожей. Если мы ухаживаем кожей, за кожей, да, то мы будем дольше сохраняться молодыми и красивыми. То же самое, как и с яблоками. И сейчас Наталья нам включит ролик «Уход за кожей лица».